Медики отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В последние годы в связи с эпидемией коронавируса на них обрушился огромный объем работы. Сегодня, во время праздника, медики доказали, что могут не только работать, но и креативно отдыхать. Медицинские работники сегодня раскрылись как творческие личности. Придумали для себя костюмы будущего. Очень умные, просто. Посмотрите просто на нас. Будет больным не до процедур, когда увидит таких медсестричек. А мы с детьми будем работать в акушерке. Мы представляем костюм Краснобаковской центральной районной больницы. Называется он «Умка». Умный многофункциональный костюм. А вот это что такое? У вас закрыли такие, я не пойму. Это многорукость. Я приехала из города Павлова. Мой костюм называется антивирусный визави. Антибактериальный пояс, как видите. И шапочка в виде таблетки. Мы творческие личности, обязательно. А то у нас такая скучная работа, мы должны как-то развиваться, как-то, ну, не знаю. Проявлять себя. Проявлять себя, да. Костюм представляет главный врач городской больницы номер 30, Иван Николаевич Романов. Июнь 2122 года. Наверху врачи и медсестры в авангардных нарядах, а здесь в свечальных платьях и костюмах. Поздравляем вас с праздником. Спасибо. Мы из 35-й больницы. И сейчас замечательный повод собраться вместе, увидеть наших коллег. Профессия замечательная. Приятно делать так, чтобы люди были здоровы. Профессии 28 лет. Самое лучшее, чем мы все занимаемся. Мы дарим новую жизнь. Только у нас рождается чудо. А вы сколько приняли за свою практику? Не подлежит подсчет, сколько мы приняли. Мы каждый год принимаем не одну тысячу родов. Последние два года еще дали много поводов зауважать этих людей. То есть это абсолютно нерармированный рабочий день. Это готовность жертвовать собой, даже когда не было никаких обещанных за это золотых гор, как говорится, компенсации, еще что-то. Вообще без размышлений на эту тему, именно потому что людям это нужно. Люди действительно совершали подвиг на своем рабочем месте. Я помню прекрасно, когда я сам ездил объезды, делал по красным зонам, как себя вели главные врачи, как себя вели сами медицинские работники в этих перепрофилированных отделениях. К сожалению, зачастую наблюдали и нарушения, собственно же, предписанных самими же медиками определенных норм безопасности, просто потому что не успеваешь там и так далее. И готовность, еще раз говорю, не думаешь о себе. Вот когда человек, видно, что не думает о себе, а думает о пациенте, но это дорогого стоит, действительно я испытывал тогда восхищение.